Так, всем хорошо все видно, я надеюсь. Тема довольно простая, формальная операционная семантика на практике. В основном речь пойдет по кафреймворкам, ну, фреймворкам для работы с формальными языками, формальными семантиками и языками искусственными довольно много. В частности, один тоже из таких серьезных фреймворков – это Spufax. Но по многим критериям кафреймворк мне нравится больше. И, на мой взгляд, у него более широкая область применения, поэтому буду рассказывать про кафреймворк. Одна из существенных проблем с текущими языками программирования заключается в том, что у нас есть стандарты языков, например, там C, тот же самый Haskell, Акан, то есть email группа языков. Синтексисы, как правило, у нас определены довольно хорошо, в некоторых случаях формально определены, но у нас проблема заключается с семантикой. То есть, вот, к примеру, у нас есть какие-то программы, например, написанные на языке C, и мы хотим доказать какие-то свойства этих программ. И, получается, проблема заключается в том, что инструменты, которые мы используем для работы с программами на этих языках, например, компилятор, и инструменты, которые мы используем для доказательства свойств программ, типа, ну, ФРАМАСИ, например, для языка C, они не имеют общего базиса в виде формально определенной семантики языка. То есть, ФРАМАСИ может стандарт языка C понимать немножко по-разному по сравнению с компилятором. Компиляторы могут понимать стандарт немножко по-разному. И во что это выливается? Например, лично проводил такой эксперимент довольно простой. Во ФРАМАСИ можно доказать в отношении небольшой сишной программы, что она всегда будет выдавать результат 3. А компилятор при компиляции и запуске программы покажет, что программа исполняется и выдает результат 4 за счет того, что немножко по-разному трактуются побочные эффекты при вычислении выражений и так далее. То есть, вот такие вот нюансы, они, получается, приводят к тому, что мы вроде бы используем формальные методы для доказательства свойств программ, но в результате мы не можем 100% на них полагаться. Потому что у нас даже тот же самый компцерт, единственный в мире серьезный промышленный компилятор языка C, который полностью сертифицирован. То есть, доказано, что он сохраняет семантику программы от исходной до машинного кода во время всех стадий компиляции и оптимизации. Но проблема заключается в том, что тот же самый компцерт использует все равно свою семантику языка C. То есть, получается, мы берем программу на языке C, доказываем ее свойства, доказываем, что она абсолютно безопасна, берем сертифицированный компилятор компцерт, компилируем и на практике получаем, не знаю, там, взрыв реакт, к примеру, да? Вот. Это действительно серьезная проблема. Это вот изначально та задача, которой озаботился автор и основной идеолог, по сути дела, вот Ка-фреймворка и формализма Ка. Что у нас, получается, языки программирования есть, но у нас нет единого, у инструментов единого понимания этих языков программирования. А, соответственно, отсюда идет основная постановка задачи. Ну, и еще такой момент, что у нас, получается, для набора языков программирования, получается, для каждого языка нам нужно заново разрабатывать целую пачку инструментов. То есть, там, для языка C, для языка Java. Вас перебивать, замечая, вопросами из чата можно? Да, конечно. Вот сейчас было замечание о том, что так и фреймворк Ка определяет свою семантику для C. Можно необязательно отвечать, можно согласиться да, нет и продолжить. Да, конечно. Потому что у нас, получается, нету стандарта, где бы у нас была записана общая формальная операционная семантика, ну, не обязательно общая, вообще хотя бы какая-то формальная семантика языка C. Поэтому, естественно, Ка-фреймворк определяет, соответственно, свою тоже семантику языка C. Они проделали действительно большую работу, определили почти всю семантику C-99. Это довольно большая семантика. И основная задача Ка-фреймворк – не поменять текущие уже стандарты. Уже сложилось так, что у нас для языка C нету общепризнанной формальной семантики. Просто нету. Но Ка-фреймворк, он реализует немножко другую идею. Он позволяет при разработке следующих языков, при разработке домоин-специфик языков, иметь уже серьезный инструментарий для определения формальной семантики, для получения целого набора инструментов из этой формальной семантики. То есть еще одна задача, которую, в частности, пытается решить Ка-фреймворк, и, на мой взгляд, довольно успешно, в той определенной степени, это дать единый инструментарий для того, чтобы мы могли… У вас батарея садится. Да, напишут, батарея садится? Да. Можно там выключить пилот? Нет, светится. Нет, это он, наверное, это какой-то, наверное, косяк. Или это ваш ка-фреймворк садится? Ну, и не должен садиться сейчас. Ну, хорошо, продолжайте, да? Нет, вы ходите, но не должен садиться. По поводу, хотел ставить все пять копеек на счет… Да, они определяют свой C, но это как бы побочный продукт Ка-фреймворка. То есть, имея нужную задачу, можно определить семантику, которая подходит под мой GCC или C-Lang. То есть, я с помощью ка-фреймворка могу убедиться, что я определяю именно то, что C-Lang думает, что это C. И уже потом компилировать. То есть, нет, не будет таких расхождений. Ну, как бы к тому, что C, они определяют, но это как показать работу Ка-фреймворка. Но это не все, что они делают, они не только определяются. Ну, вот так. Тут уже развернулась целая дискуссия. Кто-то уже сказал. Давайте, пользуясь правом модератора, продолжайте по существу. Хорошо, давайте. Тогда сначала я сейчас… Уважаемые слушатели, не считайте, что я сказал, что нельзя писать. Давайте продолжим по существу, иначе уйдет дискуссия, скорее, побочную. Тема очень обширная, мнений много разных, и там дискутировать можно долго. Поэтому я выскажу сейчас сначала кратко основные идеи, которые за ка-фреймворком лежат. Ну, и основная, так скажем, мотивация разработчиков и идеологов, которые это все двигают. То есть огромное количество усилий тратится на то, чтобы поддерживать целый набор. Фактически, ну, можно сказать, набор почти один и тот же для разных языков. То есть там C, какие-нибудь варианты ассемблера, Ява и так далее. То есть нам хочется иметь быстрый интерпретатор языка для того, чтобы просто поэкспериментировать с языком, который мы разрабатываем, с его свойствами, его какими-то, не знаю, объектами языка, парадигмами и так далее. Нам хочется иметь компилятор, нам хочется иметь, я не знаю, какой-то software model checker, чтобы мы могли проверять свойства программ, взаимодействия программ на этом языке. Нам хочется иметь, например, какие-то движки символного исполнения для того, чтобы можно было в символном виде проверять какие-то свойства программ, дедуктивную верификацию для того, чтобы серьезно доказывать свойства программ на этом языке и так далее. Сейчас ситуация такова, что для каждого языка разрабатывается собственный специализированный набор инструментов, и этот набор инструментов, он не переносится легко на другой язык. То есть, допустим, для языка C есть Prama C, к примеру. Для Явы подобного инструмента, так скажем, полновесной реализации, как для C, нет. А для Ява скрипта, тем более. То есть, получается, даже имея хорошие результаты в области инструментов для каждого языка, мы не можем легко эти инструменты транслировать между языками. То есть, идея подхода, связанная с K, заключается в чем? Что у нас есть определенный общий базис, в который у нас транслируются семантики языков, и из этого общего базиса мы получаем сразу целый набор инструментов. То есть, эта идея, она очень похожа на то, что LVM делает для компиляторов. То есть, у нас LVM, вот эта вот виртуальная машина, которая low-level virtual machine, она, по сути дела, дает общий унифицированный базис, куда у нас транслируются разные языки, а потом у нас с помощью фронт-энда. А потом у нас, соответственно, есть набор бэкэндов, которые вот из этого LVM, как бы представление программы промежуточного, уже генерируют машины с разными оптимизациями. То есть, вот Carphering Work, он примерно то же самое, только для языков, именно с точки зрения, вот, как языков программирования, то есть, для работы с языками с точки зрения формальной семантики, формального синтаксиса и так далее. Ну, вкратце, что такое K? То есть, это формализм для определения операционной семантики. Ну, конкретно, это структурно-операционная семантика с малым шагом, с механизмом редукции, взятым из хемико-лабстратной шаги. То есть, если там интересно, там можно на сайте Кафферин Work найти все эти статьи. Почему именно такая структурно-операционная семантика с малым шагом, с редукцией из хемико-лабстратных машин? Потому что Григорь Росо, он длительное время экспериментировал с этими семантиками. И выяснилось, что вот именно такая комбинация на практике, она получается наиболее удобной и универсальной для описания широкого класса языков. Точнее, ну, широкого класса семантик языков. То есть, в рамках Кафферин Work описаны языки, начиная от функциональных различных, там, от простейшего лямбда-нетипизированного лямбда, императивные, до, включая, если посмотреть программинку language tutorial, до логических языков, у которых семантика пролога практически. То есть, получается, выбранный подход, он очень неплохо, как бы, уживается с основными парадигмами языков программинок. Ну, более того, что за вот эти вот 20 лет подвели очень хороший фундамент под вот этот формализм Кафферин, разработали специализированную логику matching logic, в которую фактически транслируются все описания языков, вот которые там в рамках языка Ка, если мы описываем синтаксис, семантику языка, оно потом транслируется в теорию matching logic, и дальше бэкэнды работают уже вот с этой теорией в matching logic. Я дальше покажу, как оно вообще вживую все это выглядит. Ну, соответственно, основные идеи пришли из логики переписывания термов. То есть, изначально первые реализации Кафферинборка, ну, вообще вот этого языка Ка для описания языков, они пришли из системы переписывания термов Мауди. Так, ну, и, соответственно, если у пользователя есть спецификация его языка в формализме Кафферинборка, он автоматом получает быстрый интерпретатор, это для чего нужен LVM backend. То есть, мы за 15 минут можем получить интерпретатор для своего языка и начать экспериментировать с программами на нашем языке. Символьный движок – это хаскелевский backend. Вот, то есть, мы можем сразу начать проверять свойства программ на нашем языке. Ну, я дальше это покажу. Надеюсь, по времени удастся даже сделать какую-нибудь живую демонстрацию и это посмотреть. Ну, соответственно, модул-чекер можно сделать и на хаскелевском backend, и на LVM backend. Более того, между ними, в принципе, можно переключаться, то есть, можно сохранять стейты термы и потом загружать их. То есть, там можно очень гибко варьировать между степенью абстракции конфигурации, которую мы редуцируем вместе с нашей программой. И это открывает очень интересные возможности. То есть, мы можем выбирать очень плавно степень абстракции конфигурации, которую мы редуцируем, в зависимости от текущих задач. Нам нужна точность, допустим, тогда мы делаем менее абстрактную конфигурацию. Либо мы хотим увеличить там скорость, какие-то вещи в символьном виде считать. Мы тогда можем какие-то части конфигурации абстрагировать в символьный вид и дальше ввести редукцию конфигурации вместе с программой в символьном виде. Таким образом, мы просто повышаем эффективность просмотра каких-то состояний в пространстве состояния редукции программы. Ну и, соответственно, там есть крувер, есть отдельно крувер для термов matching logic. Более того, matching logic сама автоматизирована в метамасс. Формализм K, как, так скажем, фронт-энд к matching logic теориям, он тоже механизирован в метамасс. То есть, ну, как бы доказано довольно много интересных теорем, строго доказано. То есть, это не какой-то очередной там наколеночный такой проект, который не имеет серьезных каких-то математических оснований, а здесь уже подведены очень серьезные математические основания. Многие результаты, многие теоремы там, они механизированы. В Кокич, в частности, некоторые теоремы механизированы. Вот я уже упоминал в метамассе там и так далее. Это все можно посмотреть, много статей там. То есть, кому интересно, вот теоретическая сторона там, очень много всего. Ну, я практик, поэтому я больше с практической точки зрения. Вот. Ну, соответственно, чем эта вещь может быть интересна для программистов? То есть, ну, в первую очередь, тем, что можно экспериментировать со своими идеями в дизайне языков. Вот. Ну, и, соответственно, сам К, сам язык К, он получается такой очень интересный в том плане, что, ну, с моей точки зрения, как программистов, которые много программировал на разных языках, там, начиная там от C, C++, там Python, там немножко там ML, группа языков, там немножко Haskell и так далее, получается, К, он интересен тем, что я могу скомпоновать свой язык из разных парадигм и сделать свой интересный мне синтаксис, добавить свои, так скажем, языковые какие-то вещи и могу на этом сразу писать программы, то есть, используя быстрый интерпретатор, в принципе, в некоторых случаях можно даже писать программы, которые можно использовать на практике. То есть, тот же самый LBM backend, он позволяет интерпретировать программы со скоростью примерно 150 тысяч переписывания термов в секунду, это уже скорость скриптовых языков. То есть, я могу просто программировать, разрабатывать язык, а более того, можно разработать, более того, в K-фреймворке очень, так скажем, легко комбинируются разные семантики. То есть, можно скомбинировать, сначала сделать один язык, а потом скомбинировать его с другим языком, но там, правда, потребуется какая-то изоляция, небольшая языков на уровне термов, но сделать интероп между двумя абсолютно разными языками, в принципе, очень несложно и за счет, так называемого, механизма абстракции конфигураций можно очень легко комбинировать разные языки и делать новые субязыки для каких-то специфичных задач. Но это, наверное, оно звучит весьма непонятно сейчас. Я думаю, потом, может, немножко поясню. Вот, ну, то есть, буквально можно свой язык за 30 минут сделать. Вот по-прежнему вас сообщают, что батарея падает у вас. Ну, ладно, если... Ну, нет, это у меня просто awesome, этот Windows Manager, видимо, настроен неправильно. Я вот сейчас шнурок вытащу, и он начнет, она начнет реально действительно снижаться, но он уже не будет ругаться. Сообщение о том, что батарея падает, больше не принимаем. Вот, давайте вот так вот сделаю, я буду его. Все равно, спасибо, что послали сообщение. Лучше знать. Я просто не вижу. Я поэтому здесь и сижу, что вот... Вот, соответственно, ну, в рамках Car Framework можно собственный язык запротекипировать за считанные минуты. Получить сразу интерпретатор и начать работать с этим языком. Вот. Ну, тут общая картинка, которую авторы Car Framework любят много где помещать, что мы имеем как бы ядро общее, которое нам позволяет работать с множеством языков в унифицированном каком-то стиле. То есть мы можем получить довольно широкий спектр инструментов сразу из коротки для всех языков, которые нам интересны. То есть это парсер, интерпретатор, компилятор, отладчики для семантики, в частности, есть отладчики. Так как Car Framework, он довольно серьезно применяется на практике, то инструменты отладки спецификаций там довольно хорошо развиты, вплоть до того, что можно действительно заниматься отладкой под GDB своей семантики. Вот. Ну, дальше символный движок и так далее, как я уже... А что такое EVM? EVM – это Ethereum Virtual Machine. А, понятно, Ethereum. Все понятно. Да, это Ethereum. Это один из крупнейших проектов, на которых много видно, ну вот, что действительно можно применять индустриально. Немножко как бы про историю, то есть вот здесь, собственно говоря, криковой вопрос. Это американский ученый румынского происхождения, он в начале 2000-х, в конце 90-х работал на НАСА, где у него как раз и родилась идея, связанная с таким формализмом. Вот. То есть, как я уже сказал, начальная как бы реализация КАР была в Мауде сделана, и потом потихоньку-потихоньку оно развивалось, и сейчас уже такой получается довольно крупный проект с очень хорошими теоретическими трудами. Вот. И так далее. Я ничего не знаю. Ну вот, я тут опять повторяюсь, то, что уже сказал, что довольно такие строгие основания, много публикаций, там в конце демонстрации у меня много ссылок. Вот. Тут эта картинка, вот, соответственно, как разные логики зависят друг от друга, какая в какую вкладывается, да, ну то есть какая логика через такую выразима полностью. Вот. Ну и тут, соответственно, видно, что в Matching Logic, в Matching Logic, она получается, как бы, это такая логика, она очень-очень общая, и в нее, в принципе, можно вложить почти любые другие логики, которые, ну, скажем... Извините, уточняющий вопрос. Стрелочка вверх, это значит, нижняя более-менее... Ну, значит, да. Стрелочка вверх, это означает, нижняя логика целиком может быть выражена в... То есть логика первого порядка может в separation logic войти? А, кстати, да. Ну, вот, честно говоря, я не готов ответить точно на вопрос, что здесь подразумевается под логиками первого порядка. Надо детально посмотреть эту, как бы, диаграмму я утащил из презентации, соответственно. Я ответ на вопрос понял, спасибо. Да. Игорь Сергеевич, берусь разобраться к концу лета. По крайней мере, не во всем, но, по крайней мере, посмотреть про эту диаграмму. Хорошо? Вот. Да, много публикаций, вполне вероятно, что здесь, как бы, и ошибки в этой диаграмме. Я повторюсь еще раз, я практик больше, а не теоретик, поэтому тут, увы, но детально мало что могу сказать. Вот. Ну, соответственно, кей фирмворк в практике. Огромное количество разных языков формализовано в той или иной степени детализации. То есть для некоторых языков семантика операционная детальна настолько, что она применяется в реальных инструментах. Ну, в частности, вот для C языка, для языка C большая семантика, она используется в реальных инструментах. Там RvMatch, RvPredict и других, которые используются, допустим, в NASA. Еще также эти инструменты применялись в Toyota, может еще где-то. Ну, так как информация коммерческая и довольно закрытая, я не могу детально сказать, только знаю, что где-то они применялись серьезно. Один из крупных проектов по формализации виртуальной машины и, соответственно, для анализа программ для этой виртуальной машины, это вот EVM. Можно посмотреть, это все в открытом доступе, посмотреть, соответственно, подходы, какие используются для описания семантики самой виртуальной машины. Потом для работы с Solidity, как анализировать смарт-контракты на Solidity и так далее. А с 86-64 набор инструкций тоже формализован почти полностью. Тот, что относится к защищенному режиму. Тоже можно посмотреть, можно скачать, поставить, поиграться. Семантика языка Boogie – это язык, который используется как промежуточный язык для анализа программ в основном в Microsoft Labs. Какая-то акамловская семантика подможества, ну и много других. То есть можно зайти… Поэтому в A3 Studio используется тоже. В A3 Studio использует Буки. Ну да, там основной либо в Y3, либо Буки в зависимости. То есть та же самая AdaCore в своем GnatPro, он через Y3 работает. Ну и в Pharmacy через Y3 тоже. В Y3 я не помню, кстати, по-моему, нет формальной автоматики. А может я ошибаюсь? Можно с вашей. Выключится или нет? У меня уже не хватит. Так, ну вот опять же, то есть, если интересен серьезный проект, как используется как-то в индустрии, можно посмотреть на K-EVM формализацию. То есть это как бы не какой-то небольшой там академический проект, это уже крупный промышленный проект, который серьезно используется для верификации смарт-контрактов. В частности, вот такая довольно немаленькая как бы вещь, как MakerDAO, набор смарт-контрактов, а не которые реализуют стейбл-коинт. Они полностью формально верифицированы с помощью K-Freework, с помощью K-EVM. Ну там большой объем кода, ну то есть вот это вот хороший пример использования K-Freework в индустрии. Вот. Так, ну так же там используется Firefly инструмент, тоже коммерциализировано. В общем, K-Freework уже успешно коммерциализируется, довольно много проектов коммерческих его используют. Ну то есть это уже можно сказать такой промышленно используемый инструмент. Ну тут я добавил основные ссылки, там я думаю их можно будет потом отдельно как-нибудь... Если вы поделитесь потом файлом, то я буду же вместе с файлом, а и тогда они будут доступны. Не только надо будет распознавать образ, да? Ну на серкозе там можно, наверное, было это. То есть я тут специально по Matching Logic тоже много ссылок основных интересных. Ну вот, так, собственно говоря, я думаю, как бы это как-то введение достаточно. Что еще хотелось бы показать? Объем, соответственно, доступного... Может быть сейчас быстро пробежимся по вопросам в чате. Некоторые из них были внутренней дискуссии, а некоторые... Вот так я не мог отвечать, то я как раз тоже бы хотел на пару вопросов сделать свои высказывания. Вопросов практически и не было. Что говорите? Практически и не было вопросов. Ну может идете? Сейчас я просмотрю. Давайте просмотрим еще раз. Так, а вообще святы? Да, вот можно сюда смотреть как раз. Приседите сюда, как раз они будут видны тогда все. Вот, ага. Тут даже вопросы, высказывания сейчас смотрим подряд идущие. Так, вот сначала так. Это по-прежнему. Это все такие высказывания, дискуссия внутри чата. Я листаю просто, есть ли за что цепляться. Так, это что такое? Если быть точнее, бейсон аппликатив. Ну, аппликатив, да, это самая последняя публикация уже. Подструктурная информация. Это дискуссия с Ануреевым. Вот как раз у Игоря Сергеевича вопрос про выражение свойств на исходном языке или близко к исходному языку, типа как аннотации в Java. Возможно ли это сохранить и перетащить в фреймворк? Я понял. Ну, вообще, на самом деле, возможно. То есть, ничто не мешает сохранять эти аннотации, да, и потом на основе этих аннотаций формировать, допустим, задачи для k-proof, для доказательства каких-то свойств. Но здесь степень… То есть, сами аннотации сохранить и странслировать в какой-нибудь язык, с которым потом работать для проверки и доказательства свойств программ на Яве, это несложно, но там проблема заключается в чем? Что вот сам k-proof, k-prover, он достаточно низкого уровня, он позволяет доказывать клеймы, reachability клеймы с pre-post условиями. Но это примерно как, если, допустим, рассматривать какую-то производную от логики HR, когда вот у нас есть expression какой-то, да, то есть, ну, не expression, statement, да, есть precondition, как бы предусловие, statement, post-условие. То есть, по сути дела, вот полной автоматизации, чтобы можно было дать, допустим, входной контракт там какой-то для функции, потом задать там выходные какие-то пост-условия для функции, там внутри функции расставить какие-то аннотации, чтобы это автоматом все доказалось. Из коробки в k-framework такой автоматизации нет. То есть, получится, вот эти инструменты нужно будет делать самостоятельно. То есть, в частности, что касается вот дедуктивных каких-то доказательств, в k-framework есть только база, довольно хорошая, серьезная база, но там нужно будет разрабатывать еще вот этот вот различный frontend, который, допустим, в той же самой from-is уже хорошо разработан, да, вот трансляция в Y3 теории, там, либо там, если брать там что-то промышленное, типа Addis Park, там тоже через Gnat Proof это транслируется в Y3 теории, здесь вот нужно будет делать похожий frontend. Вот. Реплика, моя реплика на дискуссию про логику первого порядка и логику, сеперационную логику. Классическая сеперационная логика – это фрагмент логики второго порядка с двумя переменными. Так что в классической постановке как раз наоборот, она фрагмент логики первого порядка. То есть логика сеперационная – это логика всего лишь с двумя переменными, а там сколько угодно переменных. И там, так что, наверное, речь шла о том, что мы рассматриваем логику первого порядка и сеперационную логику предикатную, наверное. Но надо уточнить по статье, что имеется в виду. Это вот как раз ради чего я тоже хотел вмешаться в дискуссию, но не мог писать из-за того, что мой экран используется для трансляции. МЛ не совсем Мауди, но да, идея почти как из логики переписывания термов идет. То есть очень похоже. Я медленно двигаюсь. Если какой-нибудь вопрос задевает и хочется ответить, можно отвечать. Срочных вопросов кто-нибудь сейчас задать устно хочет? Срочные вопросы. Ну, правильно я понимаю, что если, например, я в Java добавил аннотации, например, инварианты класса, на поля инварианты, то мне нужно и бэкэнд достраивать в детективной верификации. То есть протащив, мне надо еще дополнительные какие-то процедуры работы с этим разрабатывать, а не только контент. То есть, ну да, в общем случае придется самостоятельно еще понаписать какой-то инструментарий, который будет соответствующий протащенные аннотации транслировать потом в клеймы для капрувера, ставить задачи капруверу, используя результат, порождать новые задачи и так далее. Это сейчас разрабатывается инструмент, который называется K-саморайзер, и частично он будет автоматизировать эти задачи. То есть K-саморайзер, он позволяет что делать? Он позволяет, то есть сейчас капрувер, он позволяет фактически доказать как бы достижимость каких-то свойств по какой-то дуге в графе абстрактной интерпретации программы. То есть вот если мы представляем программу, выполнение программы как дерево, например, где у нас фактически структурно-операционная семантика и переписывание конфигурации, оно порождает у нас граф в состоянии программы. То есть вот у нас было начальное состояние, как-то переписали какие-то термины. В общем случае это дерево, потому что у нас семантика может быть недетерминированная, то есть она может там разветвляться в некоторых моментах. И сейчас фактически капрувер, он требует, чтобы ему дали задачу в таком виде, что вот у нас есть входной какой-то стейт абстрактный, есть какой-то выходной стейт абстрактный, ну стейт он включает программу в том числе. И есть какие-то предусловия на начальном стейте, есть какие-то постусловия, которые должны выполняться на всех достижимых конечных стейтах. Вот капрувер, он такую задачу решает и выдает результат, что да, оно действительно так, либо нет, оно не так. Но вот эти задачи в рамках абстрактной интерпретации программы, когда мы хотим доказать какие-то сложные свойства, автоматизации до недавнего времени нормально не было, то есть это приходилось частично делать руками. А в текущий момент разрабатывается инструмент Casamorizer, который позволяет в принципе любую программу на любом языке, для которой сделана операционная семантика К, анализировать в таком полуавтоматическом виде, где инструмент строит вот этот граф и можно с этими состояниями работать довольно произвольно. То есть можно там часть абстрагировать, там допустим часть веток объединить, получить наиболее общий предикат прохода по этой ветке и так далее. То есть это уже вопросы автоматизации для анализа программ со всеми вот этими аннотациями и так далее, они сейчас в каком-то виде решаются. Но, так скажем, если сравнивать с существующими инструментами, я с Явой очень мало работал, особенно с аннотациями в Яве, я могу сравнивать там, например, с FromIC. Если сравнивать с FromIC, то там, соответственно, получается у нас до такого уровня работы с аннотациями и автоматизации еще далековато, так скажем. Но в этом направлении идут, идут серьезные работы, поэтому я думаю, через какое-то время, а вот в плане дедуктивных каких-то вещей у нас, в принципе, вот Ка-фреймворк, он подтянется и будет, так скажем, вполне юзабельной и для дедуктивной верификации для произвольных семантик. Ага, спасибо. И второй вопрос. Игорь Сергеевич, вопрос точно срочный? Да, про выход. Правильно я понимаю, что текущие средства дедуктивной семантики жестко заданы, их менять нельзя? Вот простой пример. Рассмотрим стишечную программу. 80% переменных этой программы ведут себя как а-ля Паскаль переменные, то есть для них не нужно заводить память и так далее. И понятно, что можно написать специализированные генераторы условий корректности, которые с такими переменными, при определенной аннотации на них работают обреленным образом, а совсем с плохими стишными переменными другим образом. Здесь как это будет решаться? Так, я не совсем понял вопрос. Вопрос следующий. Вот если, например, переменная а-ля Паскаль, и у нас присваивание этой переменным, и просто постусловие... Эту переменную заменим на соответствующее значение, если там побочных эффектов нет. И все. А если это сишная переменная, мы тогда сначала должны по имени заглянуть в ячейку памяти, посмотреть, какое там значение. То есть более сложный процесс той же тройки хар для оператора присваивания будет. Ну, здесь на самом деле таких проблем нету, потому что мы сами как бы определяем операционную семантику. И тут мы в зависимости от наших задач, мы можем, соответственно, как угодно определить. То есть мы можем определить работу с переменными просто как работу с некоторым ассоциативным массивом, где мы... Вообще у нас ячеек памяти нет. У нас вот есть какие-то, не знаю, именованные какие-то структуры, у которых есть какие-то значения. Либо можем ввести промежуточный массив памяти, в семантику добавить механизм аллокации этих переменных в памяти. То есть когда можем добавить в семантику даже стек. Это вот большая семантика сишная, она примерно так работает. То есть там семантика для стека, семантика для хипа и так далее, и так далее, и так далее. Но для всего этого, конечно, дедуктивные вещи, они тоже работают. Здесь получается дедуктивный, вот тот же самый кейпрувер, он не привязан к конкретным деталям семантики. То есть кейпрувер, он вообще работает по теории в matching logic. То есть на входе вот все эти бэкэнды и кейпрувер, они получают просто теорию в matching logic. И там уже нету никаких подробностей относительно ячеек, памяти, там ничего. То есть там есть просто matching logic термы, и есть аксиомы, которые фактически эквивалентны правилам переписывания термов. И дальше кейпрувер работает уже по этой информации. Спасибо. То есть фактически, если нам нужно написать 10 специализированных дедуктивных процедур на выходе, нам нужно написать 10 специализированных операционных семантик. Но тут зависит от задачи. То есть можно взять большую семантику, которая уже есть, например. Та же самая runtime verification использует там для своих проектов. Большую операционную семантику с большим количеством деталей, включая работу со стеком и так далее. То есть там инструмент KCC, он фактически drop-in замена вызову компилятору GCC. И можно использовать ее как базис и доказывать свойства сишных программ, используя вот эту большую семантику. Но это будет малоэффективно, потому что... Ну, в смысле, как малоэффективно? Это будет плохо. Это будет медленно просто. Вы знаете, иначе мы никогда не закончим. А вот тут еще у Мансура был вопрос. В конце приоритет онлайн, это вообще... Я не могу больше его терпеть. Все. Ваш вопрос, Мансур. Я вот увидел на слайде у вас было насчет формализации Solidity, EBM. Нет, Solidity не... Но вот насчет надо посмотреть, Solidity, по-моему, не формализован сам по себе. С ним идет работа через компиляцию с помощью компилятора. То есть там получается Solidity Compiler, он сначала компилирует в байт-код Ethereum. Дальше используется KERI и EBM, и какие-то свойства протаскиваются просто сбоку. И... То есть... А вот у вас был написан там байт-код. Сейчас записал у себя. То, что там у вас... Какие-то свойства байт-кода, они проверяют, а каких свойствах идет различное. То есть это получается то, что просто не будет там роллбэка... Да, например. То есть проверяется достижимость каких-то assertions, например, можно проверить. Вот. То есть, к примеру, у нас в программе расставлены assertions, да, и мы можем сказать, что... А вот докажи мне, что вот для такой-то входной абстрактной конфигурации у нас никогда не будет выполнено какого-то assertions. Да, да, вот. Либо наоборот, что докажи, вот при таких-то входных будет достигнута. То есть фактически там строится доказательство через достижимости или недостижимости каких-то состояний при абстрактной интерпретации программ. То есть, по сути, вот эти, насколько я помню, там есть required clauses, да, предусловие, то, что они всегда будут там... Удовлетворенные вот эти предусловия, получается, на уровне байт-кода, это... Да, то есть там, да, там свойства, которые нужно доказать, транслируются для байт-кода. Фактически Solidity же, когда компилируют, он там каким-то образом еще аннотирует, да, то есть там можно, в принципе, сопоставить точки входа в байт-коде, точки входа в функции Solidity. Да, 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 там один... Да, и можно, соответственно... Тут еще вопрос от Корнеева. Будьте добры, это тот же самый вопрос, что вы задали в чате? Алексей? Да, да, просто как пишется этот Key Summarizer, я не фок найти сейчас. Я боюсь, его в открытом доступе сейчас пока нету, а Key Summarizer можно узнать по записям на осенних каких-то конференциях, где один из разработчиков Key Framework выступал. Вот, раньше они называли его Semantic Based Compiler, вот, а потом переименовали в Key Summarizer, то есть можно поискать старые презентации, старые видео, которые связаны с Semantic Based Compiling, и можно посмотреть... Я постараюсь не забыть этот вопрос, и я добавлю к моей этой презентации ссылки на видео с конференцией. Можно посмотреть, и там, в частности, один из авторов Key Summarizer и Semantic Based Compiler, он демонстрирует работу, как это все работает. То есть там, но, так как инструмент еще, насколько я понял, очень сырой, он только для внутреннего потребления, потому что, ну, люди, которые не знакомы детально с внутренностями к фреймворку и всей машинери, просто не смогут пока им пользоваться. Вот, но через какое-то время, я надеюсь, они его опубликуют, когда, ну, дойдет до какого-то этого. Еще вопрос от Натальи Гараниной. Наталья Олеговна, давайте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а про Model Checking что-нибудь, какого рода программы, какого рода свойства может проверять вот этот Key Framework в рамках? Я понял вопрос, и вопрос, честно говоря, мне близок, потому что вот мы как раз собираемся в Key Framework использовать для задач Model Checking. Сейчас во второй части доклада, или как раз в исследовании, да? Во второй части доклада я хотел как-то вживую прям показать, как все работает немножко. Вот, а по поводу Model Checking, во-первых, были разработки, связанные с Symbolic Model Checking, вот, то есть термы Matching Logic, соответственно, транслировались, ну, то есть там получалось как, ну, как классический Symbolic Model Checking, что у нас берется как бы формула в соответствующей логике, вот, и как бы ищется, ну, не Fixed Point, там был Bounded Model Checking, то есть там несколько раз применяется сама к себе, там, ну, как классический Bounded Symbolic Model Checking, вот. Но эти инструменты, они показали низкую эффективность, потому что термы в Matching Logic получаются очень большие, и на практике работать при таком подходе было тяжело. Поэтому сейчас частично Model Checking заменяется проверкой речебилити свойств на дереве состояния, то есть у нас, по сути дела, ну, кафреймворк, он более такой общий, то есть на нем не обязательно описывать операционную семантику каких-то языков, мы можем написать какой-нибудь простенький синтексис на семантику системы переходов, вот. И дальше мы можем взять, допустим, хаскелевские бэкэнты для какой-то абстрактной конфигурации, начать исследовать вот это вот абстрактное дерево переходов, да, где у нас часть стейта абстрагирована в символном виде, часть стейта в конкретном, и использовать тот же самый кейпрувер для доказательства каких-то свойств достижимости. То есть там есть базовая у него работа, это для клеймов All-Pass Rечебилити, да, где он проверяет достижимость и выполнение свойств по всем возможным путям из заданного стейта, да, полуабстрактного, символного, до каких-то конкретных, да, это можно рассматривать как частичную замену CTL-логики. Ну, в смысле, она даже более... ...какую-то... Что? ...сейфити, можно. В первую очередь, да, в первую очередь сейфити свойства, а дальше есть One-Pass Rечебилити, да, то есть это, ну, фактически можно рассматривать как аналог LTL-логики для проверки каких-то свойств. Вот. Это вот то, что касается работы с символьным бэкэндом. Также, в принципе, LLVM-ный бэкэнд, ну, вот, я повторюсь, я уже говорил, что LLVM-ный бэкэнд, он обеспечивает скорость примерно, ну, вот, так скажем, на каком-то подмноженстве языка C, ну, очень-очень таком редуцированном, да, но, в принципе, достаточно для описания control-flow структур с, так скажем, простыми операциями математическими, да, то есть если у нас data flow отдельно выделен, вот. Нас обычно model-checking интересует когда? Когда мы, допустим, ну, в программах проверяем там синхронизационные каркасы взаимодействующих там... То есть не функциональные, а поведенческие. Да-да-да, именно. Вот, для таких свойств можно, допустим, использовать LLVM-ный бэкэнд, потому что у него скорость энумерации состояния, она сопоставима с TLC, например, да, то есть explicit state model-checking, в принципе, реализуем на LLVM-бэкэнде. Интересно. Интересно просто, да. А вот это вот наш проект сейчас вот текущий с Денисом там и с другими там Антоном и другими ребятами на правду. То есть идея, грубо говоря, такая. Спецификации на TLA Plus заменить на подножество C-шника, которое компилируется и которое у нас, соответственно, будет model-checking и будет компилироваться в готовый код. Потому что вот проблема, когда у нас есть на TLA Plus спецификация синхронизационного каркаса процессов, да, и есть имплементация, да, и у нас вот есть расхождение между ними. Во-первых, даже если мы проверим очень хорошо эквивалентность имплементации и спецификации, у нас в дальнейшем по мере развития проекта обычно оно расползается. То есть спецификация своей жизнью начинает жить, реализация своей жизнью. Вот. И у нас идея как бы совместить это. И вот, в частности, будем использовать LLVM-бэкэнд для задачи explicit state model-checking. Вот. То есть как бы здесь много вариантов возможно. То есть, ну, более того, в принципе, вот в рамках нашего проекта мы будем также использовать вместе с подножеством C-шной семантики, мы будем также использовать LL-логику, семантику LL-логики. Ну, если интересно, я могу чуть попозже показать, просто открыть окошко сайта. Вот. В принципе, эти две семантики очень хорошо уживаются. То есть проект публичный? Да. Обязательно покажите. Если можно не разбираться, покажите, где он есть, это обязательно. А, ну, хорошо. Вот. И, соответственно, там, получается, у нас идет редукция C-шной программы и одновременно вычисление, там, редукции в ячейке конфигурации LL-формулы. Да. И у нас, получается, мы потом можем проверить просто финальные стейты достижимые, терминальные, и, соответственно, состояние терма в ячейке LL-логики. Да, переведу. Слушай, это вопрос. Это вопрос. Да нет, в принципе, но если что, можно на 5 минут перерыв сделать. Есть предложение сделать 5 минут и перерыв. Я останавливаю пока запись, потому что, извините, тривиально, это традиция семинара. Если у нас семинар не укладывается в час, мы делаем перерыв. Поэтому я сейчас останавливаю запись. Убираем. Да, я сейчас тогда опять включу. Да, пожалуйста, выключайте демонстрацию экрана. Николай извинился, у него деловая встреча. Но зато у вас есть шанс в следующей четверке его доклад уйти с середины. Причем демонстративно. Ну, в следующей четверке, я боюсь, у меня только онлайн будет возможность. Ну, онлайн. Если интересно, да. Но вы, может, это демонстративно там обрушив систему, да. Обрушив как-нибудь систему или все что-то в этом роде. Давайте, когда мы продолжим, что я хотел интересно показать в запись. Запись запущена, да. Отлично. Ну, давайте тогда быстренько. Можно увеличить тогда? Да, можно. Я просто следил за этими самыми. Сейчас кликну. Ой, мышку потерял. Да, пожалуйста. Ну, то есть, как бы, основной сайт так и называется, Capri Workport. Здесь много тюториалов по самому языку в K, по программам языка программирования. То есть, здесь вот этот K-тюториал, он учит основу, как бы, как написать там свой синдексис, свою семантику. Но, конечно же, есть ограничения по классу грамматик. Вот, и часто может потребоваться написать свой какой-то предпарсер для того, чтобы справиться с какой-нибудь сложной грамматикой. Вот, но для простых языков, как бы, там, C-подобных и так далее, как правило, возможностей парсера, встроенного парсера в кейфомозгах хватает. И, как бы, экспериментировать можно с довольно широким классом грамматикой. А также вот программинг-английский тюториал, да, тут есть видео записанные, то есть, можно посмотреть, там, видео короткие. Вот, соответственно, он немножко устаревший, потому что сам инструмент развивается очень быстро. И, как бы, многие, как бы, фичи уже считаются устаревшими в языке. Ну, например, там есть возможность определять макросы. То есть, есть правила переписывания термом, которые не порождают новый переход в пространство состояния, да, от одной конфигурации к другой. Они просто, как бы, как макросы разворачивают какие-то конструкции в текущем состоянии. Вот, то есть, имп плюс плюс – это императивный язык. Потом очень неплохие тюториалы по системам типов, как можно разные системы типов, как бы, выражать и делать тайп-чекинг языков там и так далее. Вот, а что еще интересного есть? Ну, это юзерменуал. Потом, там же есть проекты, использующие КАК, соответственно, веб-ассембли, формально-операционная семантика, КАЕВН, то, что я уже говорил. Вот, и Хельсон, потом СИ, довольно крупная семантика. Ну, и вот много всяких семантик, которые они разрабатывали в разные моменты времени. Там либо экспериментальные, либо там кто-то PHD делал там, ну и так далее. Вот, Х8664 весьма неплохая по полноте семантика для набора инструкций Intel. Вот, можно на практике, в принципе, использовать. Соответственно, ну, это вот, хотел показать, как, допустим, выглядят какие-то эти семантики. Вот, там, допустим, для Simple, там, ну, к примеру, Untyped версия есть. Как бы, для удобства, раньше там использовались какие-то включения в техи, сейчас перешли на Markdown, соответственно, просто более простой и проще использовать. То есть, здесь получается, как бы, литерейт определения семантики. То есть, и документация, и семантика, оно, как бы, перемешивается. Вот, в принципе, довольно неплохой подход, который позволяет много вещей пояснить. То есть, там, модули, все эти декларации, выражения, как определяются, ну, довольно просто все. К вам вопрос, почему такой мощный был зум у браузера? Это не по принципиальному, а просто, тем не менее. А, я специально подготовил эти окошки с таким зумом, потому что расчет был на демонстрацию в аудитории. То есть, как бы, здесь получается, если, как бы, рассматривать это вот на экранчике в аудитории, то с меньшим зумом будет неудобно. В общем, да, с экрана было бы неудобно смотреть. Для онлайн-участников предполагалось, что сегодня придут студенты курса введения в формальные семантики. Ну, пришло пустое множество. Да, так студентов, наверное, не взывали. В общем, соответственно, все довольно понятно. То есть, определение синтексиса, да, довольно простые правила продукции, вот эти вот, очень похожие на какие-то классические, там, BNF-нотации. Ну, в общем, оно все хорошо, довольно интуитивно читается. Более того, как бы, команда K-Framework и Григорий Россосан, они очень-очень много времени тратили именно на то, чтобы разработать вот этот вот сам синтексис K, чтобы его было просто и интуитивно понятно писать и читать. Вот, поэтому, соответственно, здесь довольно-довольно-довольно-довольно все, как бы, понятно. То есть, вот, допустим, правило… Это выглядит очень как по-малудовски, что ли. Ну, да, да, да. Оно примерно оттуда имеет корни. Но если сравнить, допустим, с Маудой, то K, он более гибкий. То есть, в Мауде настолько произвольный синтексис нельзя задавать в, соответственно, в этих F-модах и так далее. Там же в Мауде сначала в F-модулях описывается, ну, по сути, телосинтексис, да, и потом описывается там правило переписывания термом. Вот. Оно, да, напоминает, только здесь оно более просто гибкое, и можно, как бы, ну, без настолько сильных ограничений реализовать собственный синтексис. По поводу макросов. Вот здесь вот rule, for loop переводится в while loop. Да, да, да. Это по-другому делать. Да, вот я как раз и говорю, что тьюториалы здесь настолько быстро все меняется, что они не успевают обдейтить тьюториалы. Раньше макросами считались правила, а сейчас вот этот вот привод макро, он навешивается на синтексические продукции. Почему? Ну, это там есть определенный нюанс. Просто если навешивать на макросы, то, возможно, там были определенные ситуации, когда можно было получить в конфигурации. Которые вообще макросы предусматриваются для развертывания только на этапе работы парсера. То есть парсер читает конфигурацию, читает программу, разворачивает все макросы, и дальше программа начинает выполняться. Вот. Когда макросы навешивались на правила переписывания термов, могло получаться так, что у нас во время редукции конфигурации порождалось какое-то поддерево, которое, ну, по сути, являлось макросом. Вот. И там встала задача. Либо нам нужна какая-то система валидации, которая гарантировала бы, что у нас при редукции конфигурации, ну, фактически термом matching logic, не будет порождаться новых каких-то продукций, да, которые являются макросами. Вот. Либо вот пошли по другому пути, и сейчас определение макрос-не макрос, оно на синтаксической продукции только ставится. Вот. И таким образом получается, что в дальнейшем у нас просто более четкое разделение, и не нужно дополнительной какой-то валидации делать. А есть ли у них, вот, потому что я сколько не рылся, вот они-то сделали, поменяли макрос, а где-нибудь это найти как-то теперь правильно делать? Ну, конечно, в K-EVM. Да. Что в K-EVM? Ну, K-EVM это вот. Примерно. А, Даша, это, да. Ну, я тебе могу потом другие посмотреть. Я начал переписывать некоторые старые туториалы на новый LAD, но, к сожалению, не успел. Тут вопрос. Там backend для разбора GLR или LAR. А, да, да. Вот вопрос. Сейчас. Да. Там вообще есть возможность сгенерировать парсер GLR, да, на базе, он будет на базе Бизона, и он на выходе будет продуцировать термы, у которых, возможно... А, это про парсер. Эти, неоднозначности. То есть, в общем случае, можно сказать, что сейчас, по сути, кроматики GLR. Вот. Раньше были более общие, но потом они, когда перешли на токенайзер и на лексер, к сожалению, класс, возможно, грамматик, он сузился. Но зато выросла существенная скорость. В целом, можно считать, что да, GLR. Ага. Вот. Да. Так, ну, в общем, как бы здесь все понятно. А что еще интересного можно показать? Ну, здесь вот это обычный по тюториалу, это, соответственно, репозиторий много всяких. Вот. Может быть, интересны всякие еще publications. Это по применению кафреймворка там для этих всяких верификаций. Потом, что еще здесь интересного. Да, это формально проверенные смарт-контакты, репорты, да, с ссылками на репозитории. Это все тоже можно смотреть. Как народ что проверяет. Вот это вот RvPredict выложен в open source. Когда-то это был closed source tool, потому что он коммерчески был, его использовали для зарабатывания денег. Поэтому он был закрытых исходников. Вот. А этот вот как раз инструмент, он, по-моему, использовался в работах, в проектах совместных с Toyota, с NASA. То есть RvPredict, RvMatch, вот эти вот инструменты, они на базе вот с лишней сематики, то есть большой. Ну да, здесь это непосредственно в open source лежат как бы исходники для проверки смарт-контрактов. То есть как вот в кафреймворке строится верификация программ. Откроем verification. А как это вы видите, по-моему, в том числе? Так, верификацию. Я хотел это вообще на самом деле немножко вживую показать. Поэтому давайте вживую. То есть, да, там много в этих больших репозиториях, там много нюансов, которые не всем будут понятны сейчас. Поэтому, так, ну, ну, что могу еще порекомендовать, буквально две секунды. У Кригора Росса, у него неплохой курс по семантикам языков, вот, и поэтому, наверное, Николаю это будет интересно. То есть у него прям основные, которые там с большим шагом, с малым шагом, генотационная, потом там редукционная семантика, абстрактные машины, асхемиковая машина, аксиоматическая семантика. И он это рассматривает с большим количеством примеров. То есть прям синтаксис, потом правила редукции, правила переписывания, правила шагов, ну и так далее. То есть довольно интересно посмотреть. То есть, возможно, что-то полезное для студенческих материалов. Ну, это скорее для уровня старшей курсы или магистратура. Я веду бакалаврский курс, и пока, как видите, студентов только отвалил. Вот, ну, не знаю. Извините, моя любимая шутка. Когда я преподаю на первом курсе математику, на первой занятии мат-клуба приходит 20 человек. К концу первого курса один. Это результат моего преподавания математикой. Ну, по своему опыту преподавания в физтехе могу сказать, что статистика, да, примерно такая. То есть, к концу первого курса и любовь к математике, чтобы ходить на мат-клуб, я убиваю полностью. Хорошо, давайте. Да, давайте, так как время немножко осталось, я тут покажу по заготовкам. Сейчас, наверное, нужно немного увеличить. Вот, ну, собственно говоря, начинается все, как бы, хотел это обживую показать, но немножко остается, поэтому пройдусь по безопасному варианту. То есть, в данном случае мы объявляем просто простой синтексис для альтметических выражений. То есть, здесь, как бы, ну, краткое пояснение там, где в скобочках function. Это означает, что у нас, как бы, редукция вот этого синтексического дерева не будет порождать новый шаг в пространстве состояний, а будет выполняться просто как трансформация текущего стейта. То есть, все функциональные правила, они применяются в текущему стейту. В общем случае могут применяться не детерминированно, но если там возникает расхождение, да, то, ну, как бы, это будет пробовать. Вот, то есть, все функциональные правила, во-первых, правила, как бы, редукции, которые помечены атрибутом, ну, вот эти вот кусочки синтексиса, которые function атрибутом помечены, они, как бы, на данном конкретном стейте будут применяться до тех пор, пока могут применяться, ну, то есть, как the fixed point. До стабилизации, вернее, до стабилизации, да. Ну, то есть, если стабилизации не будет, ну, естественно, это будет ошибка, потому что зацеплен. То есть, здесь приоритет операции не учитывается? Учитывается, они записаны, тут их можно записать по-разному. То есть, если интересуют детали, рекомендую посмотреть в тюториале, да, то есть, можно либо отдельно задавать приоритеты, там, написать синтекс priority и задать приоритеты в явном виде. Вот, либо есть более краткая запись, вот, если вот посмотрите, вот эти вот стрелочки, ну, то есть, не стрелочки, а знак больше. То есть, вот это вот как раз означает неявная запись приоритета, да, то есть, что у нас, у нас плюс-минус получается одного приоритета. Деление на группы. Ага. Понятно. Спасибо. Дальше вот. Ну, то есть, фактически вот здесь задана приоритетизация. Вот. Ну, вот это вот bracket означает, что в синтаксическом дереве, да, то есть, когда терм будет распаршен, вот в той точке, где у нас парсится скобочка, какой-то int скобочка, да, то есть, у нас на самом деле скобочки не будут формировать никакую структуру в нашем абстрактном синтаксическом дереве, они будут выкинуты, а в этой точке будет просто стоять int, да. Вот. То есть, это как бы, ну, небольшая такая оптимизация для того, чтобы не таскать, так скажем, нефункциональные, ненужные нам скобочки везде во всех правилах, в синтаксических деревьях и так далее. Вот. То есть, можно задать какие-то скобочки, написать, типа, это bracket, да, и в этой точке будет учитываться только не терминал. Вот. Ну, дальше оно довольно просто все. То есть, дальше мы задаем правила. То есть, то, что у нас начинается с больших букв, это некоторый терминал, это какая-то переменная, которая захватывает синтаксическое поддерево. То есть, вот в данном случае, в данном случае получается какой момент? Вот e1 и e2, это подразумевается, что у нас какие-то поддеревья синтаксические, да, которые просто вот захвачены в этих точках. Дальше происходит, соответственно, вызов встроенной функции для domain-специфик значений плюс int. Что здесь происходит? Вот это вот плюс int, если посмотреть domain-специфик, вот, она определена только для термов, которые имеют тип int, да, и, соответственно, она в неявном виде нам типизирует вот таким образом. Ну, точнее, это неверно говорить, типизирует, а выводит 40 у термов. Вот, и, соответственно, получается, она, вот использование вот этой вот функции, встроенной для domain-специфик, как бы, values, порождает вот эту штуку, и здесь вот задается, соответственно, тоже вот, получается, индукцируется, да, то есть у нас выводятся сорты. Но так как у нас все здесь объявлено функциями, да, и функции, они у нас применяются in place, то у нас проблем не возникает, у нас все нормально редукцируется. Но в общем случае мы можем здесь использовать не функции, вот, и тогда вот этот механизм вывода сортов, он будет вашим. Но это, опять же, нюансы, то есть здесь я просто хотел показать, как вот можно задать быстрый просто синтаксис для арифметических выражений и правила редукции арифметических выражений. То есть вот здесь вот есть, соответственно, тесты. Теперь, ну, как вообще строится компиляция, да? Мы вызываем компайл, компайл, ну, по умолчанию в бэкэнд используется LVL, но я его явно запишу. Отдаем нашу семантику, ну, синтаксис, семантику. Вот, он работает какое-то время, соответственно, ошибок нет. Но если будут ошибки, либо будут какие-то конфликты по грамматике, да, то есть бывает часто, что какие-то неоднозначности в грамматике. Там тоже в тюториале можно посмотреть, там много способов разруливания, приоритизации, там, допустим, левоассоциативный парсинг, правоассоциативный парсинг, неассоциативные, да, там символы остаются и так далее. Это все в тюториале можно посмотреть. Там много способов дезамбигуации парсинга термов и тому подобных вещей. Так, ну, теперь можно запускать тесты. Тесты запускаются, у нас вот мы использовали compile, да, у нас тут вот есть, допустим, но вот, не знаю. Вот тест для арифметического выражения 2 в степени 4 минус. Давайте попробуем. kran минус t создается в предыдущий каталог. Вот так вот. То есть нужно задать каталог, где он будет брать скомпинированную семантику. Ну, то есть вот видно, что у нас произошла редукция до 4, да. То есть вот 4 стрелочка, точка, это означает, что все. У нас результат 4, и дальше уже переписываний следующих нет. То есть вот эта стрелочка, точка, это фактически означает терминальную конфигурацию. Вот. А теперь то, что может быть, допустим, интересно посмотреть. Во что это транслируется? То есть здесь у нас, соответственно, как оно распаршено было, да. То есть тут вот можно увидеть, что добавляются из базовой библиотеки, соответственно, синтаксисы и всякие для булевских, для массива синтаксисы продукции. Работа с байтами идет, всякие инты и так далее, да. И вот, соответственно, в конце у нас, точно не в конце, как он у нас, как назывался сейчас. Он встроенный всегда добавляет или только когда вызываешь упор? По дефолту он всегда добавляет. Да, то есть, ну, он, так скажем, он конкретно в твой модуль не добавляет, он просто добавляет. В парсинг, если ты импорт не сделал, он просто, ну, тогда, он по умолчанию цепляет всегда. Вот. То есть вот здесь вот можно посмотреть, как выглядит наш синтаксис, вот калк синтаксис, да. Вот, кстати, вопрос по поводу приоритета был. Вот он транслируется. То есть вот это вот тоже k-definitions, да, то есть, но они дешук, ну, так скажем, весь вот этот вот сахар, он убран, и вот можно видеть, как оно выглядит, да. То есть синтакс priority задается, там, каждая продукция синтаксическая получает вот такое большое название. Вот. И, соответственно, задается синтаксис для функций. Вот. И дальше вот в модуле калк задается продукция. Ну, то есть вот здесь это уже читать нужно привыкать, как это транслируется в K-I-ST форму. Вот. И дальше это, да, вот, компайл это уже то, что скомбинировано, там оно еще более, 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 как бы точное. То есть это у нас распаршено, потом там какие-то стадии, где какие-то еще раскрываются вещи, там, компайл это вот непосредственно то, что у нас перед трансляцией в matching logic. И, соответственно, то, что является входным, как бы, описанием для всех бэкэндов, для кейпрумера, это, соответственно, вот matching logic описание. То есть вот здесь у нас идет уже трансляция в matching logic теории. То есть у нас правила переписывания термом становятся аксиомами. Вот. Соответственно, ну, заводятся всякие псевдонимы, ну и так далее. То есть здесь это вот, чтобы подробно с этим разбираться, это нужно уже смотреть в документации на Haskellевский бэкэнд, который называется Core, там отдельный репозиторий, там вот описан синтаксис конкретного. Но он довольно простой уже. То есть бэкэнды потребляют вот эту штуку. Да, бэкэнды потребляют эту штуку. Там еще кейпринт есть, тул, который делает unparcing. То есть вот у него терм какой-то встречается, и он как бы превратить в начальный синтаксис. А для этого он использует, соответственно, вот эти определения, где у него основной синтаксический модуль. Вот, syntax definitions. То есть тут тоже в каком-то видео. Ну, в общем, syntax definition. Какие еще? Вот скамер, кстати, автоматом генерится. Вот. All rules. Это какая-то оптимизация. Ну, в общем, compiled. Компайлд и корр. Что? Компайлд, текст и корр. Ну, корр это уже как бы самый низкоуравневой синтаксис, который вот как бы по сути matching-flash в теории. Который компайлд, это еще кист синтаксис. Ну, то есть там как бы основная стадия такая. Есть топ-левел кей, который со всякими вот этими правилами и так далее. Рюшечками и бантиками, которым удобно писать. Потом есть kist, где это все развернуто, и который, ну, фактически вот такой уже. Ну, еще понятный, но уже здесь, соответственно, всякие дополнительные хуки, там, location прописанные и так далее. Вот. И есть уже совсем-совсем низкоуравневой. Это вот корр синтаксис, который довольно простой с точки зрения синтаксиса. И это уже фактически описание matching logic термов, аксиом и так далее. А вот backend работает вот с этим. Вот. Ну, и, соответственно, вот мы получили интерпретатор. Вот он, быстрый. И мы можем давать ему expression, но перед этим expression должны быть переведены вот в этот корр. И это можно перевести, если дополнительно сгенерировать парсер. То есть он может генерировать stand-alone парсер, который берет термы в пользовательском синтаксисе, переводит вот в этот корр, и на этом корр синтаксисе можно вызвать вот этот интерпретатор. Ну, либо там. Его можно запустить, да. Но сейчас его не получится нормально запустить. Его запустить так можно, он, соответственно, выводится с тем, что ему нужно дать задачу. А задача для него формируется с помощью, вот, ты берешь свою программу, конфигурацию, в корр синтаксисе через парсер, прогоняешь и даешь вот этому интерпретатору. И он дальше вот этот вот начинает терминфицировать, просто его выводит через результат. То есть, по сути дела, вот, элементный backend, он довольно простой, в том плане, что он на входе принимает терм, как бы, причем вся вот эта вот matching logic аксиома, который, ну, практически, как правило переписывания, они уже скомпилены внутрь него. То есть, они уже непосредственно на NBM все это делают, поэтому он очень быстро рефицирует терм. Ну, а вот типа интерпретера я могу сделать, вот, как в командной строке, да, и там надо к чему-то подключать, или это просто инструменты, к которым можно... Ну, вот смотри-то, когда ты используешь k-run, k-run, по сути дела, обертку над этим интерпретатором. Он сначала парсит то, что ты выдаешь, то, что ты им даешь, а делает вот этот терм, и скармирует интерпретатор. Да, интерпретатор выдаёт какой-то результат, он берёт этот результат и через k-print тебе выдаёт обратно в более-менее приемлемый в силе синтаксисе. Вот, а как бы, ну, это вот простой, то есть здесь, как бы, калькулятор с добавлением Boolean-ов, то есть, ну, тоже, как бы, ничего такого особо сложного нету, то есть у нас уже вводится, у нас уже вводится новый sort expression, да, который состоит из intов и из булов. Вот, мы для булов вводим соответствующие синтаксические эти. конструкции, да, и, соответственно, вот правила переписывания. Так, но это там, как бы, здесь как бы вводится присваивание, один из способов, но я, чтобы не тратить время, перейду к самому интересному этому, где уже что-то более-менее интересное. То есть вот есть Control-Flow у нас, соответственно, ну, точнее, здесь то же самое, ну, это, на самом деле, я взял немножко, модифицировал пример, который в свое время Everett показывал в тюториале. Там последовательно, то есть от калькулятора мы переходим уже к языку. Вот, соответственно, в моей этой PDF-ке там ссылка есть, вот этот from zero to k tutorial, там последовательно вот это вот. Ну, я немножко, как бы, это все дело причесал, чтобы оно получило. Вот, и здесь уже, соответственно, вот вводятся экспрессионы, то есть expression top-level sort, да, он у нас состоит из экспрессионы, которые у нас редуцироваться должны в in, экспрессионы, которые редуцироваться должны в pull, да. KeyResult, вот это вот, что он задает. Фактически, KeyResult это задает сорт, который считается у нас varied. То есть, когда при редукции какого-то выражения мы достигли сорта KeyResult, считается, что дальше редукция не происходит, а уже можно выполнять подстановку этого результата в другие термы. Ну, фактически, Chemical Abstract Machine, она отщепляет кусочки дерева, редукцирует эти кусочки дерева до KeyResult, и потом эти результаты обратно вставляет и заново отщепляет, редукцирует. Ну, то есть, как бы, такой механизм. Ну, это как бы, да, это встроенный базовый сорт. Ну, ты можешь, там, не, на самом деле, на самом деле это тоже синтаксический сорт. По идее, ты можешь определить те сорта, там, вот, когда ты определяешь синтаксис, да, ты вот пишешь strict, что означает strict? Strict это означает, он сначала полностью редукцирует левое дерево, дерево, а потом полностью редукцирует правое дерево, а потом применяют правила, то есть, сначала вот это вот левое подворожение редукцируется до KeyResult, потом правое редукцируется до KeyResult, а потом ищется правило, которое редукцирует вот этот плюсик между ними. Вот, но KeyResult это просто синтаксический сорт по умолчанию. Ты также можешь написать здесь strict и задать свой сорт, который будет считаться результатом. То есть, ты можешь использовать не KeyResult, ты можешь здесь задать MyResult, и он соответствующие правила тебе переписывания термов сгенерирует, которые будут левую и правую редукцию делать до тех пор, пока они не станут соответствующих сортов. А потом уже будет искать правила для редукцирования. Я в это очень долго бился, потому что я не определял KeyResult, и вот он останавливается на каком-то шаге, и все, почему он даже не редукцирует, как его заставить? Вот, но в Tutorial, на самом деле, там написаны все эти штуки, ты можешь вплоть до того, что задать отдельные сорты для того, что он считает результатом для нетерминала. То есть, для этого будет MyResult, для этого будет MyResult 1. Но обычно это не требуется, поэтому проще всего работать с дефолтным KeyResult, ты просто сабсортишь в него то, что будет считаться результатом, но в данном случае, in-e-bool, то есть, как бы встроенные domain-типы. А вот какова семантика двойного определения, не терминала, iExp? Первый приоритет имеет? А в смысле двойного определения? Ну, вот написано, iExp – это id или int, а ниже iExp – это выражение. А, нет, ну, это потом, на самом деле, оно объединяется в… В порядок существенен? В общем случае, нет. Так, сейчас можно даже глянуть, во что оно скомпилировано. Давайте посмотрим. Вот, нас интересует Control-Flow-Syntax, да? Сейчас. Вот, Control-Flow-Syntax. iExp. Ну, вот, можно посмотреть. То есть, как бы, в общем случае происходит что? Он все это раскладывает в отдельные продукции, да? То есть, ну, что уже здесь, как бы, порядок никакого значения не имеет. Понятно. Вводит вот здесь вот приоритеты. То есть, у нас получается… Но приоритеты вводятся только вот для операторов. То есть, int и id – это у нас domain-specific, как бы там вэлю получается. И, ну, в данном случае, наверное, для чистоты эксперимента нужно посмотреть, надо определить, как бы… То есть, по умолчанию domain-specific имеет высокий приоритет? Ну, там-то никаких операций не выполняется, ну, в том плане, что вот он распарсил, распарсил domain-specific вэлю, и все. И оно вот в синтаксическом дереве сидит, и обычно никаких проблем с неоднозначности не возникает. То есть, поэтому в данном случае мы даже не увидим, что он где-то им приоритет какой-то задал. А приоритеты задаются только у, соответственно, более сложных этих деревьев, которые имеют какую-то семантику для редуцирования важную. Ну, то есть, там, как операторы всякие там и так далее. Здесь по-хорошему… Ну, да, давайте попробуем. У нас время еще 20 минут есть ради интереса. То есть, если такие нюансы интересуют, что вот, к примеру, давайте… Ну, вот, если… Давайте вот мы просто возьмем и какой-то выделим отдельно. Вот. То есть, вот этот уберем, и плюсик у нас будет отдельно. И посмотрим, во что он будет превратить. Ну, скорее всего, там никаких этих не произойдет. Так. А на Ambiguity он ругается при Compile или при Kero? Смотри, при Compile он ругается, когда он не может распорсить правила нормально. То есть, там есть два проблемы, две основных точки, где неоднозначность возникает с грамматиками. То есть, когда он, допустим… Изначально, когда вот он строит грамматику по синтаксическим правилам, обычно проблем не возникает особо. Он там так и оставляет неоднозначности. Вот. А на неоднозначность он начинает ругаться в двух случаях. Когда он парсит правила, правила переписывания термов, они же у тебя слева используются грамматикой и справа используются грамматикой. Если у правил у тебя возникает неоднозначность, он в этот момент ругнется при Compile. Но также у тебя неоднозначность может вылезти, когда ты ему задашь начальную конфигурацию для редукции. Тогда тоже он руганется и скажет, что вот… То есть, как бы, вот в этих двух случаях в основном ругается. Сейчас попробуем скомбинить. Упс. А, пока. Извиняюсь, я не только пидел. Кстати, тут просьба есть еще и время на вопросы, так что… А, да, давайте тогда я сейчас буквально вот… Вот это вот они… Вот, сейчас мы посмотрим, как он… Так, ну вот, у нас плюсик вот здесь появился. Да, и смотрим, где у нас приоритеты. Приоритеты минус, больше, чем… Так, сейчас я постараюсь… И здесь… Ну, здесь вот то, что я вижу, да, то у нас получается в списке приоритетов плюс не учитывается, значит, мы будем получать всякие проблемы на этапе парсинга правил. То есть, в данном случае, получается, те продукции синтаксиса, которые записаны единым блоком с явным указанием приоритетов, он для них создает приоритеты. Те, для которых приоритеты не указаны, они у нас будут порождать неоднозначности потом в кроматике, да, и, соответственно, мы будем их самостоятельно разрешать, записывая ручками синтакс-проводки. Вот. Ну, то есть, получается, как бы так. То есть, если мы пишем какие-то продукции вне… Вот мы добавили плюс, и там у нас, получается, в rules'ах у нас плюс, плюс, а нет, да? Поэтому он скомпилировался. Нет, в rules'ах плюс есть. Я его просто отдельный вынес, как отдельная синтаксическая продукция, да, и мы посмотрели, что он тогда в приорите вообще ее не учитывает. Это означает, что мы получим неоднозначности потом приторсить. Либо правил, либо правила у нас распарсились нормально, значит, мы будем получать неоднозначность где-нибудь потом при попытке выполненных программ в пользу. Вот. Ну и, соответственно, получив неоднозначности, мы пойдем и либо переколбасим здесь вот это вот определение синтаксис, либо сами напишем здесь же синтакс-проводки и укажемся. Вот. Окей. Сейчас я перекомпилирую, и вот то, что я хотел показать, быстро покажу, именно уже покажу, как доказываются какие-то свойства на низком уровне. То есть все, он скомпилирован. Допустим, вот программа на нашем языке. Вводятся две переметы, и там обычный if, например, да. Если мы находимся в том же самом каталоге, где у нас лежит вот это вот скомпилированное определение нашего языка, мы не баримся, мы просто k-run, control-flow, и он, соответственно, нам выдает результат. То есть как бы у нас получается k, вот эта ячейка k, там у нас содержалась редукцируемая программа, вот это вот переменные у нас введены как просто ассоциативный массив. Мы можем указать, допустим, депс там, ну, не знаю, 3, например, что он сделает 3 шага переписывания термов. И вот здесь мы можем уже смотреть какие-то промежуточные результаты, да. То есть вот у нас это на топе лежит редукцируемый терм, потом дальше фризеры. Ну, в общем, вот эти вот фризеры всякие в семантике, они берутся из вот этой вот редукционной стратегии через подход как в chemical abstract machine. То есть у нас есть конфигурация в виде синтаксического дерева, от нее отщепляются какие-то блоки, да, и вот в этих местах так называемые дырки получаются, да, и для них генерируются синтетические дополнительные правила. Эти дырки называются фризерами, ну, точнее, как бы правила эти. Вот. И, ну, детально рекомендую вот по поводу этих фризеров всех почитать. Кейт-туториал, там довольно хорошо это расписано. Либо юзер-мену, там тоже. Вот. Это как бы его просто редукционная стратегия. То есть можно здесь вот смотреть по шагам. То есть, допустим, 5 шагов сделать хотим, да, то есть он сейчас какую-то переменную, наверное, ну, вот, он уже редукцировал, а равно 6 подставил терм, да, то есть вот следующее будет, он уже нам в память запишет а. У нас будет ячейка а с 6. Вот. Ну, и здесь, на самом деле, также можно под gdb смотреть. То есть можно запустить кайран минус-минус дебаг и под gdb отлаживать свои правила там, ставить breakpoint и так далее. Примерно так же, как с обычной программой. Вот. То есть можно симатику свою по шагам отлаживать, смотреть промежуточные результаты там, все остальное. То есть довольно удобно. Так. Теперь, что может быть интересно? Ну, вот, допустим, спецификации каких-то свойств. Ну, давайте сначала основной пример. Вот, допустим, у меня есть… Нам нужны перемены только s и n. Это можно. Все. Вот. То есть в данном случае я что делаю? Я добавляю, соответственно, к синтаксису дополнительные перемены $s и $n. Это мои абстрактные какие-то переменные. Просто для того, чтобы записать claim, мне нужно какие-то переменные использовать абстрактные. Я специально в явном виде добавил к идентификатору для того, чтобы смочить записать claim. И то, что у меня получается. Получается, допустим, вот простенькая программа. While n больше нуля. Мы переменную s увеличиваем каждый раз на n, а n уменьшаем на единицу. Вот. И, соответственно, что я хочу здесь доказать. То есть вот здесь вот у меня записано, что изначально у меня есть программа while. Ну, такой кусочек, да. В конечном итоге он должен переписаться в точку. Это означает, что переписывание в точку. Ну, просто он исчез. То есть у нас этот термин был полностью редукцирован. То есть во всех возможных путях выполнения этой программы, да, он всегда редукцируется. То есть завершаемость. Да, завершается. Вот. То есть у нас нету каких-то зависших вычислений там, либо бесконечно. Вот. То есть во всех возможных путях выполнения. В общем случае семантика может быть недетерминированной. То есть путей выполнения может быть огромное количество. Вот. То есть во всех путях. Это all pass, речебility claim. Во всех путях у нас программа завершается, и у нас ячейки памяти начинают содержать такие значения. То есть доллар s переменная содержит. s большое – это какая-то абстрактная переменная, да, типа int. Изначально она там была. То есть нас не интересует конкретное значение. Мы говорим, что у нас доллар s ссылалось на какой-то s большой, типа int, вот, которое было потом, которое в конце редукции будет переписано вот в это выражение. s плюс n, как бы плюс, ну тут у меня ошибка специально, плюс 2 там умножить на n пополам, но сумма архитмической прогрессии по сути, да. И ячейка n у нас с какого-то n символного будет редукцирована в 0. Вот, соответственно, ну давайте сначала без ошибки покажу во что. Ну вот, и, соответственно, requires говорит о том, что у нас изначально тревогание n большое должно быть больше нуля, и s большое должно быть больше нуля. То есть s и n – это символические значения переменной доллар s и доллар n. Да, 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 именно. То есть доллар s и доллар n – это просто я ввел перемены для того, чтобы записать кусочек программы, а это уже какие-то просто абстрактные величины. Но вот это на самом деле лишнее, то есть это можно, допустим, выбрать вообще. Оно должно и так работать. Вот, и сейчас вот, допустим, попробуем доказать. K-proof доказывается довольно легко. То есть вот ему даем файл, он ищет все вот эти вот клеймы, и все клеймы, соответственно, пытается доказать. Вот, смотрим. Он выдал топ. Топ – это означает, что все, что мы ему задали, оно выполнимо в matching logic. Вот. То есть, ну, это как, не знаю, можно true там считать. Ну, да, ну, топ и топ. Да, топ и топ. Ну, главное, что не бот. Вот, соответственно, если я, допустим, допускаю какую-то ошибку, вот, он сейчас не сможет доказать, что у него на всех терминальных стейтах выполняется вот эти вот… То есть то, что во всех терминальных стейтах произойдет такое переписание. Вот. И он мне выдаст такую большую-большую протянку. Тут, конечно, да, это вот нужно уметь читать и, соответственно, понимать, как оно работает внутри. Вот. Поэтому я вот и говорю, что здесь, в принципе, есть низкоуровневые инструменты для каких-то символьных вещей и дедуктивных вещей. Но чтобы с ними нормально и комфортно работать, нужен фронт-энд. Вот. В частности, вот сейчас такой фронт-энд делается, типа case-amorizer. До этого был k-lab попытка, который, в принципе, неплохо тоже работал, но он был сильно специализирован для Ethereum. И вот они после него как раз делают case-amorizer, который общий. И я надеюсь, что в каком-то виде у нас фронт-энд будет более-менее нормальный. Так. Ну, вот, соответственно, здесь мы получаем, что он не может доказать, что n, соответственно, так, что… Неправильная сумма, да? Ну, да, вот он тут… Да, что он s плюс n плюс n плюс 1 умножить на, соответственно… Ну, int – это преобразование типов, n минус 1 пополам. Ну, то есть, как раз получается, что… Это он немножко упростил. Вот. Ну, в общем, вот примерно таким образом можно доказывать какие-то свойства. А, например, если предусловие убрать… А предусловие убрать, он, скорее всего, зациклится в бесконечности. То есть, потому что он… Да, давай попробуем. Нет, мне кажется, в цикл уйдет просто. Он будет пытаться редуцировать, у него получится нету… Нету… Базы. Ну, реквайз, он задает, как бы, ограничение на… Да, 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 да. И он, когда… Ну, давай, давай попробуем. У нас хочется посмотреть, что… Там же получается… Так, я сейчас тогда это поправлю, чтобы оно честно было. Там же получается какой момент, что он… Тут не просто он перегоняет это в SMP-теорию и запускает, да? То есть, оно как бы статично пытается разрешить. А тут есть еще динамика, то есть, он пытается начать редуцировать. И поэтому он может зациклиться. И, скорее всего, так и произойдет. Так, реквайз меняю. А, нет. А, нет. Он, что-то… Так. Так, claim state. Ну, вот, он, наверное, написал, что он достиг какой-то финальной конфигурации, но не смог ничего доказать. Так, n равно 0. Ну, и n строго больше нуля. И что-то у него не получилось. Ну, в общем, да. Это, видимо, недавно подчинение. А, соответственно, до недавнего времени, по-моему, сколько-то месяцев назад еще, он при попытке переписывать такие термы в символьном виде он циклился. А сейчас, видимо, ввели какие-то оптимизации. Ну, вот, в частности, вот, видно, что если мы не сделали реквайз выбора, да, там получается бесконечная тема. Так, все. Я думаю, как бы с такой демонстрацией, можно сказать, закончили. А, основные вещи, которые хотел показать, вроде показал, теперь можно поотвечать на вопросы. Так, я попрошу в том случае просто участников вообще просто задавать вопросы устно, потому что тут какие-то есть высказывания в чате, но они скорее не вопросы, а высказывания. Поэтому давайте просто переходим. И, пожалуйста, вот первый вопрос, первая поддела руку Наталья Гаранина. Наталья, ваш вопрос. Пишите, пожалуйста, а насколько ресурсоемкая эта штука? Если у нас есть какая-нибудь огромная программа с очень большим числом ветвлений, с недетерминизмами массивными какими-нибудь, оно все справляется с этим или падает? Насколько большую программу можно проверять? Ну, какие? Это хороший вопрос. Сразу скажу, как и у любого другого инструмента похожего рода, ограничения есть, ограничения существенные. Тут получается такой момент. Нужно смотреть, чтобы примерно оценить, какого вообще объема программ можно верифицировать с помощью такого подхода, какое инструментирование нужно, где нужно что оптимизировать. Это нужно посмотреть промышленные примеры применения, к фреймворку, тот же самый EVN. То есть посмотреть размеры и объемы смарт-контрактов, посмотреть, соответственно, сколько там вручную дополнительных лем было написано. Тому подобные вещи. Это даст представление. Но в целом скажу, что если взять и попытаться сходу применить на какой-нибудь программе в 50 тысяч строк языка C и попытаться доказать какие-то сложные свойства или хотя бы просто в символьном виде выполнить более-менее сложную последовательность выполнения вызова функций в этой программе, скорее всего ничего сходу не получится. То есть либо упретесь по памяти, там будут огромные термы и будет проблема с памятью. Либо если будет очень много шагов редукции, допустим, факториал от какого-то очень большого числа, то просто произойдет там как бы упретесь в процессах. Но в целом зависит от задач. Я могу сказать такую вещь, что если использовать простое подножество, допустим, языка C, то в символьном виде можно исполнять программы, там даже больше зависит не столько от размера программы, а от размера стейта, который нужен для этой программы, то можно смотреть символьные пути до нескольких тысяч шагов. То есть дерево глубиной до нескольких тысяч. В принципе, реально на современных машинках типа Ryzen 9, где 128 гигов оперативки за приемлемое время. Если мы будем использовать explicit выполнение, то есть явное выполнение, интерпретацию программ, то нужно учитывать, что переписывание термом будет со скоростью где-то 100-150 тысяч переписываний в секунду. То есть если это укладывается в практический диапазон, то вполне можно применять. В целом, конечно, нельзя сказать, что мы возьмем любую большую программу и сможем доказать любое сложное свойство. То есть здесь очень сильно зависит и от самой программы, от размера стейта, от размера семантики и от сложности того, что мы хотим доказать, либо что мы хотим посчитать, выполнить. То есть здесь тяжело сходу дать четкие какие-то рамки, потому что K-фреймворк, это именно, как Денис говорит, это именно фреймворк. То есть он дает набор базовых кирпичиков и дает огромное количество возможностей складывания этих кирпичиков, применения, оптимизации. Те же самые правила переписывания можно профилировать, можно где-то недетерминизм убрать. Можно там, ну там как бы вопрос оптимизации конкретной семантики и, так скажем, конкретных каких-то операций с программами в этой семантике, он довольно широкий. То есть на практике вот можно посмотреть на K-EVM, смарт-контракты, чтобы примерно понять, какой объем в промышленности можно сейчас кодом как-то верифицировать. Так? Да, у меня вопрос в продолжении того, что уже проскочило, по средам разработки. Вы упомянули, что, ну, ваша вся демонстрация была команда, строка, плюс файл-менеджер, и упомянули, что разрабатывается специализированная следа разработки. Бизнес-сценарий обычно другой. Вот компания работает либо там в любимом эклипселе, либо в любимом виде код, либо интелли-джей, вот. И, ну, своими любимыми языками. Хочет подсистему сделать, используя инструменты по каким-то глубоким причинам. Что вы поверили, как быть в таким случае? Ну, я могу сказать такой момент. Ну, командную строку я выбрал, потому что это мне привычно и удобнее. На самом деле есть плагин для VS-кода. То есть и для интелли-джей-айдея тоже плагин есть. Ну, по крайней мере, рассветка синтаксиса, какие-то такие работы есть, это можно поставить. Именно это, да, 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 да. Вот, это все есть. Более того, сейчас к VS-коду, по-моему, либо прикручивали, либо собирались прикрутить. Я вот не знаю деталей. Именно интерфейс для работы через VS-код с кейпрувером. И там тоже, ну, то есть работы в этом направлении идут, и что-то уже есть, что-то скоро будет. Там, как бы в этом плане нельзя сказать, что там только командная строка. Более того, есть там какой-то инструмент, был K-Lab, который для работы с кейпрувером, и он там много окошек каких-то рисовал, где выводил клеймы, выводил промежуточные результаты. Но что-то очень похоже на работу с, ну, вот если в кок-айдеи работать, да, в кок-иде, где там текущий стэк у нас этих термов, да, ну, точнее, этих теорем, которые мы хотим доказывать, там, мы там сплитим их, там, и так далее. Вот, что-то подобное уже было. Но оно просто по тем или иным причинам оказывалось не сильно удобным, да, и там потихоньку меняют, переделывают. А так-то, на самом деле, инструменты для более удобной работы, редактирования, они есть, и можно пробовать ими пользоваться. Вопросы есть? Да. Уточнение просто по вопросу. То есть, VS Code, по-видимому, наиболее уже плагин продвинутый, да? Нет, нет. IntelliJ у них больше по VS Code. IntelliJ более продвинутый, да? Смотрел, но VS Code там есть немножко, но там совсем мало. Спасибо. От Кирилла Андреева. Есть ли инструменты для облегчения написания language серверов и отладчиков с брейкпоинтами? Ну, это, наверное, к специалистам по VS Code, в большей части, ну, и все инструменты, которые используют в language сервере протокол. Я, честно говоря… Нет, ответ вполне, если вы еще говорите, я не знаю, вот ответ нормальный. Нет, там, я слышал, люди что-то обсуждают и, возможно, даже что-то делают, но вот конкретно не используют. Тут еще и хотели про EventBee и про TLA Plus узнать. А что бы они хотели? Так, сейчас давайте по порядку. Это как раз еще задавал… Владимир Иванович, это ваш ведь вопрос был? Давайте ваш вопрос. Владимир Иванович, вас не слышно. Владимир Иванович, пока вы, Игорь Сергеевич. У меня вот такой более конкретный вопрос. Вот есть такой составной оператор. Слово Begin, например, потом неопределенное количество операторов, потом слово End. Сематику можно задать такую, параллельно выполнить эти операторы. Каким образом это можно реализовать вот здесь? На самом деле, в Key Framework, вот что мне сильно нравится, это очень простая работа с параллельными сематиками. Если, так скажем, сейчас мне просто тяжело будет так вот на пальцах это все объяснить, я могу порекомендовать вам посмотреть тьюториалы. У них есть сематики для языков программирования, простых императив, где есть оператор Spawn, который как раз порождает параллельные потоки. Нет, тут имеется следующее. Они, конечно, выполняются параллельно, но у них есть разделяемая память. А это зависит, как семантику написать на самом деле. То есть здесь никакой проблемы нет. То есть если встречается у вас Begin, там какие-то statement, вы просто начинаете, вводится такое правило. Берете первый statement, заводите для него ячейку K. Берете второй statement, заводите новую ячейку K и так далее. Завели, and встретили. Соответственно, где-нибудь в ячейке пометили, что типа все, дальше запуск. И все эти ячейки, они начинают недетерминированно редукцироваться. То есть одновременно, ну как, здесь в K-Framework параллельность, она в смысле лэмпортовской параллельности, как в TLA+. То есть мы, грубо говоря, два параллельных процесса можем анализировать недетерминированно на шанковах как последовательные шаги. Interliving. Да, здесь то же самое. То есть создали там энное количество вот этих ячеек для редукции, куда записали соответствующие стейтменты. И потом все остальные правила за счет вот этой вот как раз configuration abstraction, они будут применяться в недетерминированно к каким-то ячейкам. И вы получите как раз вот это, как бы, такой недетерминированный interliving выполнение. А в зависимости от того, как там с памятью, как с shared memory, как с локальными этими, это уже... Понятно. То есть мы получим проблему машинного ремонта практически при разных выполнениях. Так, Игорь Сергеевич, вы еще раз подняли руку. Еще вопрос? Нет, я как раз хотел снять, просто, наверное, не знаю, как, чтобы нажать. 8 я снял, да. Так, Владимир Иванович, вы будете задавать вопрос? Если меня услышат, потому что тут что-то зумно нехорошее происходит. Вас хорошо слышно. А, ну все замечательно. Видите, вы с самого начала декларировали, что у вас есть приложение в Касперский лад, связанное с безопасностью и защищенностью. А это системы типа протоколов, ну, то есть распределенные системы с такими штуками, там, где блоками, гонками и прочее. И это специальные языки. Ну вот, Киванд Бе, который там рассматривает Петр Девянин, если вы говорите там о материи защищенности, это же нужно моделировать доступ к памяти и прочее. И вот, ну да, есть еще один язык, Теля Плюс, Плюс, Лампорта. Вот как там через Ка-фреймворк вот эти языки пойдут, а там же совершенно особая система формулкорректности, они особо не имеются. Это не Хоровская система. А тут на самом деле у Ка-фреймворк нет привязки к каким-то конкретным вот типа Хоровским триплетам и тому подобным. То есть Ка-фреймворк – это более общая система, которая позволяет выразить в том числе и Хоровские триплеты, но в общем виде как бы проблем нет. Но я могу пояснить по поводу ТЛА Плюс конкретно. ТЛА Плюс, ну лично у меня задачи выразить ТЛА Плюс в Ка-фреймворк нету. У меня немножко другая задача. У меня задача спецификации писать на подмножестве языка C, вот, чтобы не использовать ТЛА Плюс как раз. Почему? Потому что ТЛА Плюс – это отдельно реализация, да, там, допустим, пула взаимодействующих как бы потоков – это отдельно. И реализация и спецификация начинают разъезжаться. Поэтому у меня соответственно… В виде какая проблема, значит, если у вас распределенная система, вы не правильно реализуете перемешивание неделенных кусков, интерливинг. То есть этого не делает ваша программа, ваша верификация неправильная. Ну, в смысле? На чисто носи вы это не сделаете. Нет, идея не… так скажем, сейчас я неправильно выразился. То есть тот же самый ТЛА Плюс, он имеет надстройку Плюс Кал, да? На этом Паскале можно описать нашу систему как несколько взаимодействующих процессов, которые, в принципе, каждый процесс рассматривается как последовательный. Так? Ну да. Вот. У меня идея такая. Для синтаксиса этих процессов использовать подможество сишника. Но сама обвязка, она не будет как бы сишной семантикой. То есть мы будем объявлять начальную конфигурацию, где процессы у нас будут описаны на сишнике, да? Но общая система, она не будет являться там каким-то подможеством сишника или еще что-то. И вот эти вот сишные программы, они из какого-то набора начальных стейтов, да, которые мы зададим отдельно, вот, они будут дальше редуцироваться и редуцироваться с недетерминированным интерливингом, и мы будем проверять достижимость каких-то финальных стейтов. То есть идея-то та же самая, как вот, допустим, на плоскале вы когда проверяете какой-то протокол, да, вы описываете процессы, там сколько-то процессов. Каждый процесс вы описываете, ну, либо в близкой к сишнику семантике, да, там у него есть там либо плоскале подобное, либо сишно подобное синтаксис. Вот. Вы описываете эти процессы, они в общем случае имеют последовательную семантику, да, но потом дальше транслятор раскладывает это в TLA-класс спецификацию, и дальше у у вас там получается нетерминированный интерливинг, и вы тестируете вот эту систему. Идея примерно такая же, только мы для описания процессов будем использовать не плоскал синтаксис, да, а непосредственно под множество сишника для того, чтобы потом компилировать это в исходный код. Пожалуйста, статью напишите, тогда это все. Я хочу видать все, куда сайт, где проект описан. Да, хорошо, я запишу все. Там еще все в процессе, поэтому. Ну, хоть какая-то информация, да, да. Тут как раз был вопрос, как задать стейт машины исполнения? Ну, очень просто. В K-Framework там есть такие директивы configuration. Вот, в configuration описывают, соответственно, ячейки этой конфигурации и их содержимое. Вот, более того, мы можем описать различные свойства этих ячеек. То есть, допустим, мы можем сказать, что вот в этой ячейке содержится там от нуля до бесконечности каких-то других ячеек, да, то есть мультиплицитность, или как это назвать. В процессе работы у нас это может меняться. То есть у нас может меняться количество ячеек, где содержится редуцируемый термин программы. Количество каких-то других ячеек. И, ну, тут как бы, как задать начальную конфигурацию, да, либо там множество конфигураций. Ну, тут фантазия безгранична. Можно разными способами задавать. То есть базово описывается структура конфигурации в определении семантики. То есть там есть директивы configuration, да, но в процессе можно по-разному. А потом при использовании можно задать конфигурацию в файле и дать ее инструменту, начальную конфигурацию, и он с нее продолжит редукцию и там доказательства каких-то свойств, либо просто редукцию, чтобы посмотреть результаты там и так далее. Так, тут продолжают поступать технические вопросы. Есть ли у кого-нибудь, так, мы уже два часа вообще на самом деле работаем. Есть ли у кого-нибудь кардинальный, принципиальный вопрос? У меня есть, но я не знаю, насколько он кардинальный и принципиальный. Это кто говорит, извините, я не успел видеть. Алексей. Пожалуйста, Алексей, вы очень активно участвовали, поэтому вам бонусный вопрос. Вот, тут такое дело, что этот инструмент, кейфреймворк, позволяет описывать операционную семантику. И он генерирует интерпретаторы через экран. Интерпретаторы для выполнения некоторых программ описанных в семантике для некоторого языка. Ну, например, для си или для васмы, там семантика васмы есть и так далее. Вот, а почему нету после всего этого возможности дальше, это я понимаю, это сложнее, это кейфреймворк очень сложнее дополнительно разрабатывать, но почему нету компиляции, компиляции в бинаре? Ну, я, наверное, тут простой ответ скажу, что изначально идея кейфреймворка была не ориентируясь на компиляцию, а дать инструментарий для работы с языками, в первую очередь, именно как в математическом понимании, да, то есть у нас есть язык, грамматика этого языка, у нас есть семантика этого языка, у нас есть программа, и мы хотим изучать язык и программы на нем, да, а компиляция это уже что-то другое, то есть более того, на самом деле никто не мешает вам определить несколько стадий трансляционной семантики, которые в конечном итоге будут иметь своей целью сгенерировать эквивалент там бинарного представления вашей исходной программы, то есть, к примеру, здесь же не обязательно нам редуцировать программу до value, да, мы можем редуцировать программу до бинарного представления, ну, в общем-то, в случае, то есть, как бы, принципиальных ограничений сделать какие-то компиляторы я не вижу, а сделать хорошие компиляторы при таком подходе, это да, это очень серьезная проблема, вот, ну, как бы, этой задачи просто не ставилось. Просто я знаю, что есть статьи, где описываются, ну, собственно, описываются семантики языка, они проверяют ряд программ и говорят, что у такого компилятора, ну, уже у существующего компилятора столько-то ошибок, вот, то есть, может быть, это все-таки находилось у них в планах, если они, например, вот эти компиляторы делают столько-то ошибок, почему бы не создать свой компилятор, который не делает ошибки? Нет, ну, компиляторы, которые делают ошибки, там, как бы, изначально задача была с помощью формальных семантик проверять корректность существующего инструментария, в частности, компилятор. Вот, делать компилятор, это, как бы, ну, другая абсолютно задача, и она вообще, в принципе, не ставилась, хотя, ну, ее можно сделать до какой-то степени, да, то есть определить, допустим, семантику не через редукцию до value, да, а через, там, трансляцию из одного языка в другой, в более простой, в более простой, и потом непосредственно в машинный код, да, как вот раньше были мобильные Java машины, да, GVM, которые фактически GVM байт-код транслировали в бинарный код через абстрактную интерпретацию, вот, там, конечно, вопрос был с оптимизациями, да, там большое количество оптимизации нельзя применить при таком подходе, ну, в принципе, но оно работало, то есть были первоначальные JIT-компиляторы, да, которые вот так работали. В K-фреймворке можно, в принципе, то же самое сделать, у вас есть C-шная программа, вы определяете просто семантику, да, которая эту C-шную программу редуцирует до, ну, до представления в виде байт-кода, да, и результатом является не какая-то, там, чиселка или конфигурация, а байт-код через вариант, там, абстрактной интерпретации, вот, то есть трансляционная семантика. Это можно сделать, но это просто никому не нужно было. Тут, по-видимому, связанный вопрос от Кирилла Андреева, то есть при том, а, то есть потом придется переписывать трансляцию на обычных языках, это, по-видимому, связанный вопрос, хотя я не очень понимаю контекст. Вот, ну, так, потом придется трансляцию на обычных языках, но если имеется в виду, что сделать потом компилятор, то да, ну, что если мы хотим эффективный компилятор, то придется, конечно, но используя, допустим, K-фреймворк как начальный инструмент для работы с каким-то языком, у нас, получается, мы изначально имеем, так скажем, референсную модель, у нас есть интерпретатор, да, на основе нашей семантики, и мы можем потом проверять корректность нашей реализации компилятора. Вот, в частности, ну, вот, я когда в Huawei работал, там именно такой подход у нас и был, то есть у нас была виртуальная машина, я писал абстрактную операцию, ну, точнее, формальную операционную семантику, и за счет того, что был, как бы, референсный интерпретатор, да, полученный через K-фреймворк, мы его сравнивали, тестировали наш JIT, AOT и это. То есть у нас был генератор, который генерировал просто последовательности программ. То есть у нас была референсная машина, да. Да, 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 то есть, ну, как бы полностью здесь вот этот стэк не закрыть эффективно, да, но, по крайней мере, у нас получается, есть, как бы, golden модель, относительно которой можно сравнивать. Так, Игорь Сергеевич, вы точно хотите задать вопрос? У меня маленький вопрос. Можно донести. Я хочу самый последний, только потому, что мы с вами жили в одном районе города. Конфигурации может быть кольцевой граф, граф с циклами. Например, кольцевой буфер. Короткий ответ, да, нет. В общем случае, да, ничего не мешает этому, на мой взгляд, потому что внутри конфигурации там, в принципе, используются ссылки, ну, во всяком случае, в LVM, backend, точно. Спасибо. В принципе, можно. И, кстати, и Кирилл сказал спасибо, он понял тоже. Ну что же, спасибо всем участникам. Сегодня у нас достаточно долгий семинар. Спасибо, Васил, очень интересно. По крайней мере, я обещаю, что к концу лета постараюсь вот с этой диаграммой логик как-то разобраться. Не во всей, но в части, по крайней мере, что означают стрелки. Вот. Я от вас жду презентации и ссылки на этот, пускай заготовок, не доделанный, но сайт, чтобы люди могли посмотреть, о чем идет речь. Так, вот тут благодарят. Спасибо уже, много людей вы спасили. Спасибо, устно благодарят. Очень интересный доклад. Второй раз слушаю, но в расширенном виде. Это расширение. Начало, первые полчаса совпадали, да. Да, дальше все было оригинально. Все, спасибо. Я закрываю семинар. До свидания. До свидания.